Всем привет! Очередной совет по разработке вашей игры. Как только игрок привыкнет к игровому процессу, введите что-то новое. Новый элемент в игре, новый уровень, новое правило, что-то новое и неожиданное. Ищите способы удивить своих игроков, и они отблагодарят вас тем, что будут больше играть вашу игру. Есть много способов удивить игроков. Это можно было бы сделать с помощью поворотов сюжета, новой механики, неожиданных событий и так далее. Ну, давайте парочку примеров. Например, берем игру Диабло, которая вторая. И я думаю, первый раз играя и обнаружив, что можно попасть на так называемый коровий уровень, игроки получали только положительные эмоции. От такой возможности. Как вы думаете, сколько времени игроки провели в игре в поисках таких вот сюрпризов? Или, к примеру, Киберпанк. Когда друг, товарищ, главного героя, неожиданно для вас умирает в машине. А потом вас, как главного игрока, убивают. Какие эмоции вы испытывали, когда играли? Я думаю, эмоции были разные у каждого. Но, самое важное, они были. И это очень важно в играх. Или, например, Silent Hill 2. В этой игре все начинается с того, что Джеймс Сандерленд получает письмо от своей умершей жены. Где она просит его встретиться в Silent Hill. Он мчится в старый шахтерский городок. А дальше основной сюжет, в котором мы все переживаем вместе с нашим героем. То есть, все его страхи переносятся на нас. И страхи героя становятся нашими, точнее, вашими страхами. И если у вас не появилось новых фобий после игры, то это уже хорошо. Всю игру Джеймс пытается разгадать тайну письма жены. В результате вы находите старую запись, которая показывает, как вы, как главный герой, собственно ручно задушили свою жену подушкой. Она, конечно же, была смертельно больна, но вряд ли это выход. И какие же эмоции испытали игроки, когда вместе с главным игроком они переживали все вместе. И в конце концов, вот такая вот развязка. В общем, учитывайте это все при разработке вашей игры. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание и очень-очень вас прошу. Подписывайтесь на три канала. Канал на YouTube, на Routube и на Яндекс.Зен. Также очень приятно было бы, если бы вы составили лайки, писали комментарии и делились этим видео. Это все помогает в продвижении канала. Ну и, соответственно, в моей заинтересованности создавать подобные ролики и дальше. Ну а теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok